Святочные гадания. С Рождества и до Крещения на Руси испокон веков пытались предсказать судьбу с помощью гаданий. Эта традиция сохранилась и в наши дни. Узнать будущее отважилась наш корреспондент Анастасия Белова. Каким будет урожай, придет ли в дом богатство, что уготовано в будущем? Желая ответить на эти вопросы, на Руси прибегали к гаданиям. Гадали чаще всего незамужние девушки, обязательно при этом сняв пояс. Распоясаться – это значит вести себя неприлично. И особенной чертой гаданий было всегда, что девки старались снимать с себя все украшения, ну лишние, например, там крестик, если у тебя висел, или пояс. Обязательно гадали без этого, потому что гадание, ну на самом деле, не всегда предствовалось взрослыми. Для ритуалов юные девушки, а порой и взрослые, женщины использовали как украшения и одежду, так и предметы быта. Одним из популярных было подблюдное гадание. На блюдо складывали различные предметы, накрывали платком, а потом наугад доставали какую-то вещь. Если, например, девка может вытащить денежку, монетку? К богатству. К богатству. Ну, зерно, кстати, тоже символизировало богатство. Кстати, зерно было очень интересное гадание с курицами. То есть ходили, кормили куриц, брали каждый себе по горсточке пшена и кормили куриц. И смотрели, какая курица первая прибежит. Если прибегала белая курица, то у них будет красивый. А если прибегала рябая, то считалось, что у них тоже будет рыжий или некрасивый. Гадали и по запискам. Перед сном под подушку клали бумажки с написанными предсказаниями, а наутро доставали одну из них. Что написано, то и сбудется. Чтобы узнать о будущем супруге, девицы выходили на улицу и бросали обувь. В какую сторону улетит валенок, оттуда и будет суженый. Эта неделя после Рождества и до Крещения, по преданию наших предков, считалась самая загадочная, самая магическая. То есть и предсказания являлись самыми точными. А пытались ли узнать будущее муромляне? Вы когда-нибудь пробовали гадать на святке? Да. И как? Сбылось что-нибудь с того, что гадали? Уже не помню. В молодости, наверное, гадали. Но мы уже не помним этого. А сейчас надобности нет такой. Сапоги кидали там, женщины вон туда, за назад. И еще там, какая жизнь будет в будущем. Сказать точно, когда и в каком месте на Руси впервые попытались предсказать судьбу достаточно сложно. Известно лишь, что этот вид фольклора передавался из поколения в поколение многие века. Гадали в основном молодые девушки. И, конечно же, хотели выяснить, выйдут ли они в этом году замуж. Чтобы это узнать, нужно было обнять забор. Потом посчитать количество прутьев. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Если выпадало четное количество, девушка выйдет в этом году замуж. А если нет, то подождать еще год. Между тем, православная церковь гаданий не приветствует и советует позволить жизни идти своим чередом. А верит ли предсказаниям дело каждого. Анастасия Белова, Александр Барсуков. Новости Муром.